Добрый день, друзья! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня мы с вами приготовим самый популярный торт из региона Шварцвальд, который находится в Германии. Этот торт так и называется Шварцвальд или по-русски Черный лес. Классическая бисквитная версия этого торта уже есть на канале, а сегодня мы приготовим муссовый вариант. Начнем с бисквита. Нам понадобится 100 грамм муки, 20 грамм какао-порошка, 1 чайная ложка разрыхлителя, 3 яйца, 80 грамм сахара, 60 грамм молока и 30 грамм растительного масла без запаха. Первым делом соединяем сухие продукты, муку, какао, разрыхлитель и хорошо перемешиваем. К яйцам добавляем сахар, щепотку соли для баланса вкуса и хорошо взбиваем миксером. Яйца можно использовать как комнатной температуры, так и холодные, только из холодильника. Это не принципиальный момент. Более важный момент это то, что нужно очень хорошо взбить яйца, как для, как обычно для бисквита, до плотного светлого состояния. Вот такого. Я взбиваю ручным миксером на высокой скорости примерно 4-5 минут. Далее ко взбитым яйцам просеиваем половину, примерно половину сухих продуктов. Обязательно просеивайте, потому что, как видите, какао обычно комкуется, а нам нужен красивый бисквит без всяких комочков. Осторожно вмешиваем сухую массу движениями снизу вверх с помощью силиконовой лопатки. Миксер мы больше не используем. Как только масса стала однородная, просеиваем оставшиеся сухие продукты и добавляем жидкие продукты. Здесь я еще не добавив жидкие начала перемешивать и поняла, не поняла, точнее, почему у меня такое густое тесто. Поэтому не забываем, добавляем молоко, растительное масло. У меня они находились в одном стаканчике. И опять-таки осторожными движениями перемешиваем массу до однородности. Слишком долго вымешивать не нужно, чтобы яйца не потеряли свою воздушность. Как только масса станет однородной, достаточно. Подготовленное бисквитное тесто перекладываем в форму. У меня это кольцо, которое я оборачиваю фольгой диаметром 18 сантиметров. И выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке, режим верх-низ без конвекции, выпекаем примерно 22 минуты. Но здесь уже ориентируйтесь на свою духовку. Обязательно вставляйте зубочистку в серединку. Если она выходит сухой и чистой, значит бисквит готов. Вынимаем его из духовки и даем постоять в форме примерно 5-10 минут, чтобы он немножечко остыл. Когда это произошло, вырезаем его острым длинным ножом из формы или из кольца и даем полностью остыть на решетке. Затем бисквит можно завернуть в пищевую пленку и убрать в холодильник хотя бы на пару часов, чтобы он отлежался. Потому что если нарезать свежий бисквит, он будет очень крошиться и разваливаться. А охлажденный бисквит становится более плотным и с ним намного проще работать. И пока красивый и ароматный шоколадный бисквит отдыхает, займемся приготовлением вишневой начинки. Нам понадобится 250 грамм вишни. У меня замороженная, я ее предварительно разморозила и сок не сливала. 45 грамм сахара, 5 грамм кукурузного крахмала и 7 грамм желатина. У меня листовой, замоченный в воде. Что делать с порошковым желатином, напишу в описании под видео. Первым делом сахар соединяем с кукурузным крахмалом и перемешиваем. Далее размороженную вишню перекладываем в сотейник, либо кастрюльку с толстым дном. Вишню используем без косточек. У меня здесь, кстати, не косточки, а просто к замороженной вишне попала замороженная клюква, несколько ягодок и я ее решила просто не убирать. Итак, добавляем к вишне сахар с крахмалом, перемешиваем до однородности, отправляем на средний огонь, доводим при постоянном помешивании массу до кипения. И после закипания кипятим примерно 30-40 секунд, чтобы крахмал начал свое действие и масса немножечко загустела. Вот такая консистенция должна получиться в итоге. Снимаем сотейник с огня и пока масса горячая, добавляем набухший желатин. Листовой желатин необходимо очень хорошо отжать от лишней влаги. И хорошо перемешиваем, чтобы желатин полностью растворился. По желанию в начинку можно добавить 40 мл кирша. Это вишневый ликер и он является неотъемлемой составляющей торта Черный лес. Им, кстати, еще и дополнительно можно пропитать коржи, но это исключительно по желанию. Для начинки я буду использовать вот такую силиконовую форму, диски диаметром 16 см. Сам торт у меня будет диаметром 18 см, а начинка и бисквиты 16 см. Форма, кстати, очень удобная. В ней можно замораживать и начинки для бисквитных тортов, и для муссовых. Она небольшая, занимает очень мало места в морозилке. Если такой формы нет, используйте кольцо диаметром 16 см, затянутое пищевой пленкой. Начинку выливаем и отправляем в морозилку до полной заморозки. Теперь вернемся к бисквиту. Он охладился. Достаем его из холодильника, из пищевой пленки. Срезаем верхушечку. Можно, кстати, и низ бисквита немножечко срезать, потому что он обычно такой плотноватый, а в муссовом торте все должно быть очень нежным. И разрезаем на два коржа высотой примерно полтора сантиметра. Каждый бисквит теперь подрезаем с помощью кольца диаметром 16 см. Кстати, у меня часто спрашивают, почему нельзя сразу испечь бисквит в кольце диаметром 16 см. Потому что при отлежке бисквита, при остывании, он немножечко сжимается, и в итоге он будет меньше 16 см. А я хочу, чтобы у меня и начинка, и бисквит были ровненькими и красивыми. Теперь каждый бисквит заворачиваем в пищевую пленку и убираем в морозилку. Перед этим можно бисквит пропитать киршем. Но опять-таки это по желанию. А все обрезочки отправляем на дегустацию. Обычно я все начинки готовлю накануне, замораживаю их, а на следующий день делаю мусс и собираю торт. Для мусса нам понадобится 230 г сметаны, 50 мл молока, 60 г сахара, 90 г белого шоколада, 300 г сливок жирностью от 30%, 12 г желатина и чайная ложка ванильной пасты, либо ванильный сахар, либо ванильный экстракт. Первым делом необходимо соединить молоко с сахаром и нагреть до горячего состояния. Можно в микроволновке, можно в ковшичке на плите. Нам необходимо, чтобы сахар полностью растворился. Далее к горячей массе добавляем растопленный белый шоколад. Шоколад можно растопить либо на водяной бане, либо короткими импульсами в микроволновке. И сразу же добавляем набухший желатин. Пробиваем погружным блендером до однородности. Добавляем ванильную пасту и сметану. У меня сметана жирностью 20%, но в принципе можете использовать любой жирности. И пробиваем блендером. Здесь хочу обратить ваше внимание на то, что мы добавляем сметану к еще теплой желатиновой массе. Потому что если мы будем использовать остывшую массу и холодную сметану, то у нас сразу желатин вступит в реакцию с холодной сметаной и начнет стабилизироваться раньше времени. Пока нам этого не нужно. Далее взбиваем очень холодные жирные сливки до состояния мягких пиков. И соединяем обе массы вместе. Перемешиваем до однородности. Мусс готов. Можно переходить к сборке тортов. Для сборки будем использовать кольцо диаметром 18 см, затянутое пищевой пленкой. Устанавливаем его сразу на какую-то плотную подложку или дощечку. И бортики кольца изнутри прокладываем ацетатной лентой, чтобы потом без проблем вытащить торт из кольца. Готовый мусс делим на три части. Можно это сделать на глаз, а можно воспользоваться весами или мерными стаканчиками. Первую часть мусса выливаем в кольцо и достаем один бисквит из морозилки. Сразу все начинки не доставайте. Доставайте по одной, по мере сборки. Бисквит утапливаем в муссе. Подождите буквально пару минут, от ледяного бисквита мусс схватится, и бисквит уже не будет всплывать. Но если этого не произошло, то уберите форму буквально на несколько минут в холодильник, чтобы мусс все-таки схватился. Тогда начинки получатся на разрезе идеально ровными. Выливаем вторую часть мусса. Кстати, удобно работать именно с замороженными начинками в муссовых тортах. Тогда, как я уже сказала, все получается ровненько и красиво. Утапливаем. Вишневая начинка уже не всплывает, потому что она достаточно тяжелая, поэтому можно не ждать. Выливаем третью часть мусса и утапливаем второй бисквит. Я сейчас понимаю, что я настолько дотошно вам рассказываю обо всех нюансах и мелочах. Вообще не знаю, нужно ли вам это или нет. Я думаю, что у вас уже достаточный уровень подготовки, но все равно на всякий случай это дело. Далее отправляем торт в морозилку на ночь до полной заморозки. Когда торт замерз, достаем его и прогреваем феном бока кольца, чтобы потом было проще тортик извлечь. Я использую обычный фен для волос. Это не обязательно должен быть строительный или какой-то специализированный фен. Обычный фен вполне подходит. Торт устанавливаем на какое-то возвышение, чтобы удобно было снять кольцо. Снимаем пленочку, осторожно снимаем кольцо, удаляем ацетатную ленту. И теперь есть несколько вариантов развития событий. Можно сразу же, пока торт замороженный, пока он не покрылся конденсатом, покрыть его велюром, зеркальной глазурью. А можно просто переложить на подложку и убрать в холодильник до полной разморозки. Муссовые торты мы всегда размораживаем в холодильнике. Время разморозки в зависимости от размера 8-10 часов. Я свой торт решила ничем не покрывать. На мой взгляд, мусс с семенами ванили смотрится уже достаточно красиво. Я лишь по краю украсила торт шоколадной стружкой. И вот такой тортик получился в разрезе. Ароматные шоколадные бисквиты, нежный сливочный мусс, плюс кислинка вишни. Если вам нравится классическая версия черного леса, то муссовый вариант понравится обязательно. Пробуйте, но я как всегда желаю вам удачи на кухне. Не бойтесь экспериментировать. Скоро увидимся.